Город Воронеж. Город в России. Административный центр Воронежской области. Расположен на берегах реки Воронеж. В 12 километрах от ее впадения в Дон. Расстояние от Москвы 520 километров. Население города Воронеж по состоянию на 1 января 2020 года составляет 1 058 261 человек. Вокруг Воронежа образовалась агломерация с численностью населения более 1,3 миллиона человек. Образует административно-территориальную единицу и муниципальное образование городской округ город Воронеж с единственным населенным пунктом в его составе. Воронеж считается колыбелью русского регулярного военно-морского флота и родиной воздушно-десантных войск. Воронеж впервые упоминается в летописях в 1177 году, но взаимосвязь летописного Воронежа с современным городом не доказана. Крепость на месте современного Воронежа, заложенная по указу царя Федора Иоанновича от 1585 года, была достроена в 1586 году для защиты от набегов крымских и ногайских татар и от вторжения польско-литовских войск. Поэтому 1586 год считается датой возникновения Воронежа. Крепость располагалась на высоком и крутом правом берегу реки Воронеж. В 1590 году Воронеж сожжен в ходе набега черкасами. В 1594 году отстроен заново практически на том же месте. В годы смуты воронежцы были настроены против официальной власти. В 1605 году Воронеж поддержал самозванца Лжедмитрия I, а после его смерти не принял воцарение Шуйского. В 1610 году город оказал поддержку Лжедмитрию II, который готовил себе в Воронеже убежище, собирая здесь оружие и продовольствие. Переждать неприятности в городе Лжедмитрию II так и не удалось, потому что 22 декабря 1610 года он был убит. Тем не менее, воронежцы не стали присягать польскому королевичу Владиславу. 29 июля 1613 года сторонники королевича, атаман Зарудский с Мариной Мнишек и отряд мятежных казаков были разгромлены к северу от городской крепости, в районе северного микрорайона. После сражения казаки бежали, многие из них потонули при переправе через реку Дон. Зарудский и Мнишек смогли добраться до Астрахани. В борьбе с крымским ханством русское правительство было заинтересовано привлечь на свою сторону донских казаков. Поэтому в 1613 году воронежцы начали поставлять им деньги, сукно, продовольствие и оружие, что получило название «донских отпусков». Маршрут доставки был речным. Для этого в Воронеже строились специальные суда – струги. Так, в 1613 году казакам в Воронежце доставили 11 поставов, 36 оршин сукна, 189 четвертей хлеба, 22 пуда свинца, 4 пуда серы, 22 пуда селитры, 55 ведер вина. А в 1614 году – 1000 рублей, 23 постава сукна, 200 четвертей хлеба, 60 пудов пороха, 30 пудов свинца, 30 пудов селитры и 100 ведер вина. Кроме этого, воронежцы обязаны были встречать и сопровождать послов из Москвы в Османскую империю и обратно. Жалование казакам частично привозилось в Воронеж русскими послами из Москвы. В 1616 году в город приезжали послы Мансуров и Самсонов, которые должны были на 60 стругах добраться в Османскую империю, а также передать казакам их жалование. Суда были как в Воронеже, так и в соседних городах. В 1617 году по специальному приказу русского правительства приготовленные донские отпуска были отменены. Гонец успел прибыть в Воронеж в последний момент. Причиной такого наказания казаков стало их самовольное нападение на турецкие берега. В 1628 году для русского посольства было построено 80 стругов, а в 1630 году 86 стругов. В 1634 году в Воронеже было построено специальное судно для того, чтобы русские послы Карабьин и Матвеев смогли доставить турецкому султану Мураду IV от царя Михаила Федоровича ценный подарок – хищных кречетов. После подавления восстания под предводительством Степана Разина казакам из Воронежа был отправлен в военный отряд на стругах под командованием полковника Григория Косагова. Казаки впервые принесли присягу русскому царю. 7 января 1637 года в Москве принимают решение о строительстве Белгородской черты для защиты юго-русского царства от набегов крымских татар. В августе этого же года донские казаки захватили Азовскую крепость. В течение пяти лет татарских набегов на Воронеж и Воронежский уезд практически не было, что дало возможность воронежцам и жителям других южных русских городов спокойно заниматься строительством оборонительных сооружений. В 1642 году турецкие войска осадили Азов. Защита города казаками получила в истории название «Азовское сидение». Вместе с казаками город обороняли и некоторые торговые люди Воронежа, приехавшие туда ранее. После ухода казаков из Азова нападения крымских татар на Воронеж начались снова. Тем не менее, через 15 лет Белгородская черта была почти построена. Воронежский ее участок проходил от устья реки Воронеж до устья ее притока Песчанка. Приблизительно в этом месте находится мост Вагрес. И далее на восток крепости Усмань. Опыт воронежцев в судостроении и судоходстве, а также их военный опыт в защите русских границ от набегов татар, был использован в конце 17 века, в начале 18 века, в строительстве кораблей русского военно-морского флота и ведения военных действий. В 1658 году Воронеж был передан в военное подчинение воеводе Белгородского разряда. В 1682 году Воронеж стал центром епархии. В город прибыл первый епископ-светитель Митрофан. К 1690 годам деревянная крепость полностью обветшала. И в связи с прекращением военной угрозы перестала ремонтироваться. Зимой 1696 года, после неудачного первого азовского похода, Петр I принял решение о создании военно-морского флота и выбрал Воронеж местом его строительства. Петр I в 1696 по 1722 год побывал в Воронеже 13 раз и провел здесь в общей сложности около 500 дней. В Воронеж приезжали также члены царской семьи, иностранные дипломаты, сподвижники царя. Во время пребывания Петра I Воронеж фактически превращался в административный центр России. Население Воронежа в период кораблестроения увеличивалось с 10 тысяч до 50 тысяч человек. На берегу реки Воронеж была устроена верфь. В 1696 по 1709 годы здесь были построены десятки крупных кораблей. Принципиум, апостол Петр, апостол Павел, гота, предистинация. А также галеры, брандеры и другие. Для организации строительства в Воронеж прибыли иностранные русские корабельные мастера. Образовалась так называемая немецкая слободка. В 1698 году на острове, образуемом рукавами реки Воронеж, возведены Адмиралтейство и Цейхаус. В 1701 году город был передан в управление Адмиралтейскому приказу. Построенный в Воронеже флот, принимал участие во взятии турецкой крепости Азов в июле 1696 года, участвовал в Керченском походе 1699 года. В Воронеже были заложены организационные основы последующего строительства флота на Балтийском и Черном морях. Здесь же было создано первое в России Адмиралтейство. В 1703 году была открыта первая в Воронежском крае школа для обучения морских офицеров. В 1709 году Воронеж вошел в состав Азовской губернии. В 1711 году ее центр переместился из Азова в Тамбов. В 1715 году переведен вновь в Воронеж. С 1725 года Азовская губерния стала называться Воронежской. В 1745 году открылось первое учебное заведение – духовная семинария. Действовала до 1918 года, возрождена в 1993 году. В 1774 году после очередного крупного пожара Екатерина II утвердила генеральный план застройки Воронежа на регулярной основе, который действовал на протяжении полутора веков. Во второй половине XVIII века – первой половине XIX веков Воронеж являлся одним из центров суконной промышленности России. Поставлял в казну до 25% мундирного сукна. В 1779 году по 1796 год Воронеж был центром наместничества, включавшего две губернии. В 1781 году утвержден герб Воронежа. Щит разделен надвое – верхней части Аонова, в золотом поле – двуглавый черный орел, а в нижней части, в красном поле, опрокинутый на косогоре – сосуд, из которого истекает река Воронеж. В 1785 году было составлено топографическое описание Воронежского наместничества, содержащее подробное описание Воронежа. Тогда же в Воронеже появилась городская дума, город стал управляться выбранными, гласными и городским головой. В 1785 году создано первое светское учебное заведение – народное училище, преобразованное в 1809 году в губернскую гимназию и уездное училище. Воинская слава Воронежа была приумножена в годы наполеоновских войн. Во время Отечественной войны 1812 года в Воронежской губернии комплектовались пехотные и кавалерийские полки, вливавшиеся в действующую армию. Формировалось народное ополчение под командованием генерала-майора Русанова. В 1818 и 1820 года Воронеж посещал император Александр I. На протяжении XIX – начале XX веков в городе бывали все последующие российские императоры. В 1832 году открыты для поклонения мощи святителя Митрофана. В 1845 году открыт Михайловский кадетский корпус. Среди его выпускников – Антонов Овсиенко, Гутор, Каледин, Ладыгин, Мосин, винтовка его конструкции находилась на вооружении русской армии вплоть до Великой Отечественной войны, Плеханов, Улагай. В 1860 году открыт памятник Петру I. В 1868 году открылось железнодорожное сообщение с Москвой. В 1871 году с Ростовом-на-Дону. В 1894 году с Курском. Возникают промышленные предприятия, железнодорожные мастерские, завод сельскохозяйственных машин Столя, механический и чулонолитейный завод Иваново и Веретенниково 1899 года. В 1915 году в Воронеж из Рихи эвакуирован машиностроительный завод Рихард Поле. В 1879 году в Воронеже нелегально проходил съезд народнической организации «Земля и воля». На рубеже 19-20 веков в Воронеже усиливается революционное движение. В 1905 году возникло делегатское собрание, руководившее забастовочными движениями. В 1913 году основано первое высшее учебное заведение города «Сельскохозяйственный институт». В годы Первой мировой войны в Воронеже проводилось формирование запасных и резервных воинских частей. Сюда эвакуировались оборонные предприятия из западных районов Российской империи. 30 октября 1917 года в Воронеже произошел военный переворот, к власти пришли большевики. В октябре 1912 года на протяжении трех недель Воронеж находился в руках белоказачьего корпуса генерала Шкуро. В 1928 году Воронеж стал центром Центрально-Черноземной области, а после ликвидации в 1934 году остался центром одноименной области. В 1930-е годы Воронеж стал располагаться по обоим берегам реки. На левом берегу в 1932 году были построены два крупных завода – авиационный, наладивший перед Великой Отечественной войной выпуск штурмовиков Ил-2 и СК-2, и имени Кирова, выпускавший каучук по методу академика Лебедева. В 1933 году создан завод «Электросигнал» Долоток – крупная городская электростанция. В городе сформировался один из важнейших в СССР промышленно-научных комплексов. Крупными заводами стали экскаваторные имени Коминтерна, прессовых машин имени Калинина, машиностроительные имени Ленина. Быстро наращивались мощности авиационного завода, приступившего к серийному выпуску самолетов новейших конструкций. Многие типы произведенных в Воронеже самолетов стали поступать в военно-воздушные силы СССР за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. В день начала войны Воронежская область была объявлена на военном положении. На предприятиях развернулось массовое производство военной продукции. Завод имени Коминтерна стал выпускать реактивные установки «Катюша». Летом 1941 года в Воронеже были сформированы дивизии народного ополчения. В августе 1941 года Добровольческий коммунистический полк более 3000 человек, который был включен в 100-ю, затем в 1-ю гвардейскую дивизию. 22 октября 1941 года образован Городской комитет обороны во главе с секретарем обкома партии Никитином. В конце года его сменил Тищенко. В октябре-ноябре 1941 года большинство крупных предприятий были эвакуированы на восток. В ноябре 1941 года в Воронеже находились штаб Юго-Западного фронта и главного командования Юго-Западного направления. 7 ноября 1941 года состоялся военный парад, который принимал маршал Тимошенко. В связи с успешным контрнаступлением советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее Воронежа. Обстановка резко осложнилась в июне 1942 года, когда усилились налеты вражеской авиации на Воронеж. Захват Воронежа 4-й танковой армии Готта был составной частью летнего наступления войск группы немецких армий ЮГ на Сталинград и Кавказ по плану операции Блау. С 28 июня по 3 июля 1942 года, прорывав оборону на стыке 13-й и 40-й армии Брянского фронта, части 24-й танковой дивизии и механизированной дивизии Великая Германия вышли к реке Дон. И 4-5 июля 1942 года создали плацдармы Западнее Юго-Западнее Воронежа. С 6 июля танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в город и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью. 10 июля у противника была отбита северо-восточная окраина Воронежа. В ходе обороны Воронежа в июле 1942 года его защитники, воины гарнизона, 3-й дивизии ПВО, 232-й стрелковой дивизии, 18-го танкового корпуса, отдельных артполков и частей 2-й воздушной армии остановили противника, отстояли левобережье и на 4-5 дней задержали прорыв немецкой армии к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта на Среднем Дону. 7 июля 1942 года создан Воронежский фронт, войска которого участвовали в целом ряде оборонительных и наступательных операций, в том числе в обороне и освобождении Воронежа. 12 июля 1942 года началось первое частное наступление войск Воронежского фронта. 14 июля временно было освобождено село Подгорное, северные ворота Воронежа. Атаки советских войск в августе-сентябре 1942 года привели к созданию и расширению Чижовского плацдарма на правом берегу реки Воронеж. В боях за Воронеж армиями и фронтами командовали Ватутин, Рокоссовский, Черняховский, Малиновский, Голиков, Попов, Красовский и другие военачальники. В октябре-декабре 1942 года под Воронежем шли позиционные бои местного значения. В районе Воронежа было сковано до 10 дивизий 2-й немецкой армии. 25 января 1943 года в ходе Воронежско-консторнинской операции войска 60-й армии генерала Черняховского полностью освободили Воронеж. В течение 212 дней линия фронта проходила по Воронежу. Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав до 3-й сил группы армии «Б». Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск 1942 года. Гражданское население из Воронежа было угнано вглубь оккупированной территории. Около 500 человек были расстреляны в песчаном лагу на юго-западной городской окраине. Город был разрушен более чем на 90%. В годы войны погибли более 32 тысяч человек уроженцев Воронежа. 13 уроженцев Воронежа стали героями Советского Союза, трое полными кавалерами Ордена Славы. В ноябре 1945 года Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в их числе Воронеж. В конце 40-х годов завершено восстановление промышленных предприятий, в середине 50-х жилых и общественных зданий. В 1945 по 1946 и с 1949 по 1960 Воронеж был центром военного округа. В 1950 году вступил в строй шинный завод. В 1953 завод тяжелых механических прессов. В 1956 на заводе электросигнал налажен выпуск телевизоров Рекорд. С 1982 цветных телевизоров. Были открыты новые предприятия машиностроения и электронной промышленности. Завод полупроводниковых приборов 1959 года, станкостроительный завод 1960-го, завод строительных алюминиевых конструкций 1973-го, НИИ бытовой видеотехники 1986-го. В 1972 году вступил в строй новый аэропорт. Весной того же года заполнено водохранилище. В Воронеже родился маршал артиллерии Одинцов. Воронеж награжден орденами Отечественной войны 1-й степени 1975 года и орденом Ленина 1986 года. В связи с распадом СССР произошло изменение политико-экономической ситуации в России. Крупнейшие промышленные предприятия Воронежа оказались наградем банкротства. Для преодоления экономического кризиса большинство из них вошли в концерны и холдинги с другими предприятиями. У городского хозяйства возникли большие проблемы. Плохое состояние дорог, невозможность эксплуатации электротранспорта, уничтожение памятников архитектуры, незаконное строительство на территории исторического центра негативно влияло на культурную жизнь в городе. Тем не менее, несмотря на указанные проблемы, с конца 80-х годов в Воронеже произошли значительные политические и культурные события. 11 июня 1989 года в Воронеже было основано колокололитейное предприятие. В 1990 году Министерство культуры и госстроя РСФСР внесли в Воронеж список исторических городов России. В 1983 году в 6,5 километрах от черты города было начато строительство Воронежской атомной станции теплоснабжения, которое было приостановлено на основе проведенного среди воронежцев референдума. В 90-е годы XX века многие церкви были возвращены епархией, была продолжена, а в некоторых случаях начата их реставрация, построено множество храмов. В 2009 году взамен утраченного храма был построен новый Благовещенский кафедральный собор. В 2003 году Воронеж был выбран столицей празднования Дня славянской культуры и письменности. В 2005 году в Воронеже состоялся первый в России Всероссийский фестиваль виолончельного искусства. В 2008 году городу присвоено почетное звание Город воинской славы. 15 апреля 2009 года был полностью ликвидирован трамвайный транспорт. 20 августа 2010 года на заводе «Тяжмехпресс» был впервые в мире создан кривошипный горячештамповочный пресс усилием 14 тысяч тонн на сил модели КБ-8552. На территории городского микрорайона Масловка правительство Воронежской области при поддержке Инвестиционного фонда России реализует проект создания индустриального парка «Масловский» для размещения более 100 новых предприятий, в том числе и трансформаторного завода компании «Сименс». 7 сентября 2011 года в Воронеже открылся глобальный центр эксплуатации сетей компании Nokia Networks, который стал первым в мире и первым в России. С 10 по 17 сентября 2011 года Воронеж отмечал свое 425-летие. Юбилею города был присвоен статус федерального масштаба, что позволило привлечь крупные инвестиции из федерального и областного бюджета для благоустройства города. 17 декабря 2012 года Воронеж стал пятнадцатым в России городом-миллионером. С 1845 года по 1918 год в Воронеже действовал Воронежский кадетский корпус имени великого князя Михаила Павловича, в котором обучались Мосин – конструктор и организатор производства стрелкового оружия, Ладыгин – электротехник, один изобретателей лампы накаливания, Плеханов – теоретик и пропагандист марксизма, философ и видный деятель российского и международного социалистического движения. С Воронежем связана жизнь очень многих известных людей. Среди них Чертков, основатель Чертковской библиотеки, Басов – нобелевский лауреат по физике, Черенков – нобелевский лауреат по физике, Бунин – нобелевский лауреат по литературе, Ге – художник, Платонов – писатель, Мандельштам – поэт, Маршак – поэт, драматург, переводчик, литературный критик, Кольцов – поэт, Никитин – поэт, Антоний Смирницкий – архиепископ Воронежской и Лискинской епархии, Мордасова – народная артистка СССР, Савина – народная артистка СССР, Юрий Клинских – лидер группы «Сектор газа», Бурденко – основоположник российской нейрохирургии и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова